Привет тебе мой самый красивый зритель! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу собрать 20 новых и не совсем новых секретиков в Боб Сити! То есть в рубрике будут только бесплатные советы и секреты, и если вам понравится данная рубрика, то обязательно поставьте лайк под видео! И дайте знать в комментариях, стоит ли мне снимать продолжение, собирать бесплатные секретики дальше! Тащите с собой чаёк, кофеёк, готовьте вкусняшки, садитесь поудобнее, видео будет очень долгим, но интересным! Мы находимся на начальной карте! Возможно, хотя нет 100%, некоторые уже знают эти секреты! Но я надеюсь всё-таки до последнего, что в сегодняшнем выпуске смогу и вас удивить, те кто знает, потому что подборочка очень большая! Начну с секретов кота-свалки, давайте посетим локацию! Первый секретик, который я хочу показать, находится в гараже, мы должны его открыть и отодвинуть шапочки! Если мы поставим миску, то нам выпадет питомец Нари, который может менять размер! Например, если мы на него нажмём, он увеличится, и если мы снова на него нажмём, уменьшится! Такой милый питомец Нари находится на кота-свалке! Давайте, кстати, достанем своего персонажа! И будем двигаться влево, в самый конец этой локации! Останавливаемся возле плаката с ленивцами! Сколько раз вы мне пишите в комментариях, Аня, открой этот плакат! Но я его уже точно 100 раз открывала! И здесь находится костюм с ленивцем! Мы также можем надеть маску! Вот такой вот интересный секретик! А ещё один из секретиков, это то, что мы можем надевать на солнце маски! Только, по-моему... А, нет, тоже ленивца можем! Я думала, только вот эти вот большие маски можем надеть! У нас такой огромный ленивец! Вместо солнышка! Или вторжение НЛО! И вот такой вот гигантский персонаж топает на горы Токобока! Давайте, друзья, покинем с вами кота-свалку! И я вам покажу следующий секретик! Пожалуй, один из самых известных! Для этого нам надо собрать некоторые вещи! Которые находятся в разных локациях! Первое, что мы заберём, это вот такой зелёный алмазик! Давайте передадим персонажу! Покидаем с вами театр и зайдём сейчас в дом, где сидит и играет Рита! Незаметно возьмём у неё чёрный джойстик! Не будем пока что тревожить, мы ещё её потревожим! И покинем домик! Следующее местечко, это бесплатный магазинчик! Отсюда мы должны забрать чёрный телефон! Давайте передадим персонажам! И покидаем бесплатный магазин! Возвращаемся на кота-свалку! Пожалуй, реально, друзья, самый популярный секретик! Вы не подумайте, что я сейчас кому-то, возможно, открою Америку! Нет, всё это уже известно! Мы помещаем джойстик, помещаем алмазик! И двигаемся вправо! Надо найти Нари! Потому что она стоит возле гаража, в котором есть портрет! Вернее, рамка! С надписью Тока Бока! И сейчас я покажу секретик! Возможно, всё-таки кто-то и не знает, как получить секретные телефоны! Мы всё это помещаем в сундучок, и нам выпадают 4 телефона! Вот этот телефон Риты! Мы только что из-за её дома, или это даже не её дом, но, в общем, она там вечно сидит и играет! Я на неё ругаюсь, друзья! У меня ещё есть сериал про меня и Риту! И этот телефончик мы уже добывали! Следующий телефончик! Это телефон Леона! Он стоит в здании Тейлор и подбирает вечно себе одежду! Модник наш! Ну, а это телефон Нари! Нари, твой телефон! Ой, спасибо, Аня, нашла мой телефон опять! Как всегда, вручаешь! Да не за что! Это моя профессия проверять лайфхаки просто в Тока Бока! Последний телефон! Телефон Зика! Зика мы можем найти в бесплатном магазинчике! Он стоит в пэтшопе! Такие вот красивые индивидуальные телефоны наших самых главных героев! Кстати, напишите в комментариях, какой телефон нравится больше вам! Давайте с вами покинем Кота свалку и направимся в следующее местечко! Следующие секретики я хочу показать на почте! Достаем своего персонажа! И двигаемся вправо! Там, где полочки! Для секретика надо перевести день на ночь! И у нас в Тока Бока полно светящихся предметов! Давайте погасим освещение! Желательно погасить все освещение! Ну или хотя бы в той области, где мы сейчас с вами будем снимать! И давайте листать полочки! Я покажу вам все эти чудеса света Тока Бока! Первое чудо света – елка! И она не обычная елка! Это елка-лампа! Вы можете поставить на письменный стол и использовать во время письменного задания какого-нибудь! Да, почему бы и нет! Листаем полочки! И следующие светильники, они прям вот светятся! Желтые светильники! Я даже пыталась эту кукурузу размножить! Вы можете ролик на канале увидеть! Конечно же свечки! Куда без свечек? Еще одна елка, которая светится! Листаем полочки дальше и находим вот таких сверчков! Кстати, еще есть прикольный сачок, кому интересно! Продолжаем листать полочки! И следующая светящаяся лампа – это вот такая свинка! Ну и конечно же фонарики в честь китайского Нового Года! Давайте поставим эти предметы, чтобы они больше не светились! А то не сможем найти еще больше светящихся предметов! Будем листать полочки дальше! Будем листать полочки дальше! Эти костюмчики тоже светятся! А если вы полностью все погасите, посмотрите, как мы светимся! Вот это классно! Я считаю, костюм заслуживает лайка! Ну реально, друзья, я наверное его сегодня себе домой заберу! Прикольный костюмчик! Давайте поставим его на полочку! И будем листать дальше! Мы опять находим елку, которая светится! И можем найти елочные украшения! Свечки! Листаем полочки и находим еще елочные украшения! Вот такие свечки, красненькие! И завершает почтовый круг Планета Земля! Которая показывает язычок! Если честно, очень люблю эту планету! Она прикольная! Но Планета Земля, она всегда, она наша, это наш родной дом! Как он может быть неприкольным? Но я именно про игрушку! Давайте вернем освещение! И поменяем ночь на день! Покидаем с вами почту! И направляемся в следующее местечко! Посетим зону фудкорта! Здесь есть прикольная вещь! Я, кстати, вам еще и не показывала эту штучку! Давайте достанем своего персонажа! Я вам не показывала этот классный предмет, только потому что сама о нем только недавно узнала! А именно об этом котике! Оказывается, это не просто статуэтка! Я все это время думала, что это обычная статуэтка! Но вот просто стоит на этой полке! И ничего не может! Но нет! Она может танцевать! Если мы нажмем на эту котейку, она будет махать лапкой! Вот это прелесть! Друзья, я обожаю теперь эту статуэтку! И серьезно заберу ее к себе домой! Она у меня уже и стоит дома, я просто для выпуска все обнуляю! Чтобы вам показывать! Ну посмотрите, как красиво и прикольно она машет лапкой! Такая прелесть и милота! Я просто в восторге! Можете удивлять так прохожих, и они тоже будут радоваться вам в ответ! Давайте с вами покинем зону фудкорта и направимся в следующее местечко! Бесплатный магазинчик! Хочу показать вам прикольные дизайнерские решения, которые связаны с вот этими корзинками! Для этого нам надо все выложить! Еще нам понадобится вот такая палка! Кстати, друзья, вот интересный еще секретик, то что это змею мы можем на голову надевать! Самое жуткое, конечно же, если мы ее ленивцу поместим на голову! Передадим корзиночке персонажам! И одну палочку! Покидаем с вами бесплатный магазинчик! И давайте отправимся к себе домой! Точнее, не к себе домой, а построим свой дом! Он будет бесплатным! Да-да, как это банально! В бесплатном выпуске будет бесплатный дом! Заходим внутрь! И сейчас покажу лайфхак! Для этого нам надо сначала освободить пространство, где мы будем все себе это устраивать! Достаем своего персонажа! И вещи, которые мы взяли! Сейчас покажу, как закрепить эти корзиночки! Допустим, можно поставить их на полку! Какую-нибудь длинную полку сейчас подберем! Вот такую! Мы ставим сначала ветку! А эти корзиночки на ветку! И вот такая интересная конструкция у нас получается! А в эти корзиночки вы можете поместить все, что угодно! Если это бесплатные вещи, то бесплатные какие-нибудь растения! Если у вас есть дополнения, то ставьте какие-нибудь дополнения! Мы тоже можем их вешать! И будет подставка без этой ветки! Выбирайте любое решение, оно будет правильное! А мы переходим к следующему лайфхаку! Я уже вам показывала платный письменный уголок! Давайте сейчас мы организуем бесплатное рабочее пространство! Найдем самые-самые последние бесплатные шкафчики! Кстати, они хоть и последние бесплатные, но тем не менее очень красивые! Я их правда люблю и всегда добавляю в свои интерьеры! Кстати, вот вам лайфхак! Если вы хотите положить книжки, то сначала положите их где-нибудь на полу, совместите две книжки, а потом уже ставьте туда, где ставятся эти вот книжки! Сохраним комнату и посмотрим, что у нас получилось! Довольно-таки мило и неплохо! Что думаете? Пишите в комментариях! Выпьем чашечку чая, перекусим арбузиком и продолжим выпуск! Сейчас я хочу вам показать организацию сада, домашнего сада! Нам нужно много маленьких полочек! Вот таких вот самых прям маленьких! Добавляйте их в абсолютно разном порядке! Вот как ваша душа захочет, так и добавляйте! А теперь зайдем в раздел с коробочками! На каждую полочку нужно поставить белую коробку! И знаете, чего не хватает? Да, вы совершенно правы! Не хватает лишь освещения! Освещение добавит объема нашей комнаты! Можете прям любые лампочки добавить, если у вас есть еще и платные паки! И это вам только в бонус! Хотя бесплатные лампочки очень красивые! Можно, кстати, не все лампочки включать, так даже круче выглядят! Такая, друзья, организация домашнего сада у нас получилась! А мы давайте приступим к следующим лайфхакам! Покидаем домик! И вернемся в дом, где сидит и играет Рита! Я покажу пару секретиков в ее доме! Ну, первый секрет это вы уже помните! Мы можем выкидывать вещи прямо с балкона! Можем выкинуть любые предметы! И фактус, и лику! Достанем своего персонажа! Рита, приветик! А вот и я! Аня, я тебя видела! Ты думала, я тебя не видела, да? Да, да? Но я все видела, как ты выкидываешь мои вещи! Спасибо, Рит! Я хочу показать то, что этот диван, он раздвигается, если мы убираем джойстики! Я так и поняла! Давай скорее! Не мешай нам играть! Если мы нажмем на диван, он превратится в кровать! Так, ты что, спать легла? Ань, мы вообще-то играем! Рит, ну не мешай! Ай, видишь, я устала, немножко тут подремать легла! Но наглеешь, женщины, иди давай! Все! Уходи, Аня! Уходи, пока я не вызвала току полиции! Вернем день! Давай, денек! Выплывай! Для следующего секретика посетим бесплатный магазинчик! И сейчас я хочу вам показать, как изменить эмоции персонажу! С помощью чего мы можем это сделать? С помощью вот этого острого соуса! Добавим капельку соуса в стаканчик и выпьем! Наш персонаж начинает морщиться! Вы можете это тоже какую-нибудь задумку использовать в фильме! Например, подлить вашему недругу в стаканчик этот коктейль и дать выпить! Да, Ушань, дала выпить себе! Ну, ты сама себе недруг! Классно! Нам нужно забрать вот такую вот камеру большую! Она находится в левой части локации! Достаем своего персонажа! И передаем телефон! Теперь нам нужно найти Зика! И передаем ему черный телефон с камерой! Мы получаем классного крампита в виде телефончика! Он довольно-таки редкий, потому что относительно недавно вышел! Относительно недавно самых-самых древних крампитов! Я, кстати, готовлю для вас масштабный выпуск, где мы будем собирать всех крампитов! Если ждете, то обязательно поставьте лайк! А мы давайте перейдем к следующему лайфхаку! Покидаем Котосвалку и возвращаемся к себе домой! Только перед тем, как вернуться домой, зайдем на почту! Чтобы упаковать какие-нибудь вещи! Если мы быстро откроем подарочки во время падения на стену, они застынут в воздухе! Но это надо суметь сделать! Интересно, а у нас получится открыть аккуратно этот чемоданчик? Да! Мы сделали даже полочку из чемоданчика! Давайте поставим сюда букетик и планетку! Домик для крампита уже не поместится! Но ничего страшного, друзья! Можно поставить его на окошко, тоже симпатично смотрится! Для следующего лайфхака перейдем в раздел комнаты и достанем кровать! И сейчас я покажу вам секретик, как спать с открытыми глазами, с книгой и чтобы у вас шла при этом буковка Z! Я не знаю, зачем это нужно, но, возможно, кому-то это нужно, раз это придумано! Мы переводим вот эту вот эмоцию, то есть обнуляем эмоцию! Персонаж открывает глаза, но буковка Z продолжает выходить из ушей, походу! Если же мы положим персонажа без книги, да, он снова начнет засыпать, мы обнуляем эмоцию, но буковка Z почему-то не идет! То есть буква Z, она идет только, когда персонаж держит книгу, вы понимаете, как же это? Прямо логично! Я в школе так засыпала с открытыми глазами, с книгой! Завершу самым крутым, пожалуй, на сегодня лайфхаком! Я вам его никогда не показывала сама, потому что только узнала! Достанем своего персонажа! И отлистнем полочки! Надо найти коробку с багованными слаймами! Теми слаймами, которые исчезают! И неужели у меня почему-то исчезли, так как где все слаймы? Что произошло? Почему нет слаймов? Я не понимаю, друзья, а где слаймы? Может быть попробуем обновить току-боку, перезагрузить мир? Давайте с вами выйдем из игры и нажмем на кнопку перезагрузка, сбросить! Да, все, слаймы появились! А то без слаймов не получился бы у нас эпичный конец! Сейчас я покажу, как их увеличить! Как их размножить! Мы нацепляем этот слайм себе на лицо! Другие слаймы на лицо персонажей! И заходим в редактор персонажей! Надо поменять нашим персонажам одежду! Вот, которую мы слаймы надели! А у меня почему-то только два слайма! Остальные слаймы не отобразились! Но ничего страшного! Давайте пока эти посмотрим! Мы смогли умножить слайм! Подождите, один слайм лишний! Это синий... Вот, мы синенький слайм! Мы синенький слайм умножили! А вот сейчас, кстати, на моем персонаже есть слайм! Воспользуюсь всей этой возможностью! Но я вчера честно пробовала, и у меня увеличилось слаймов! Я где-то 10 штук таким образом смогла сделать! Вот уже три фиолетовых слайма! А синие исчезли! Подождите, у меня не только слаймы исчезли! У меня, походу, еще и подарки исчезли! Но зато мы получили... Три фиолетовые какашки! Давайте попробуем тогда увеличить белый слайм! Наденем какому-нибудь персонажу своему, и зайдем в редактор персонажей! Отобразится ли он здесь? Да, здесь он вот отобразился! Попробуем поменять одежду! Слушайте, у меня слаймы опять исчезли! Но зато мы увеличили белый слайм! А все остальные, походу, исчезли! Да, испарились полочек! Но мы теперь зато увеличили белый слайм! Но вот с этим слаймом можно делать классные десерты! И давайте сейчас снова зайдем в редактор персонажей! Я вам покажу вообще, какие слаймы существуют! То есть мы сейчас открыли реально годный лайфхак! Даже в наших слаймах есть только вот такой зелененький, вот такой вот слайм, и вот такой розовый! Поэтому мы с вами смогли увеличить эксклюзивные слаймы! На этом, друзья, первый выпуск заканчивается! Всем большое спасибо за внимание! Я вас всех очень сильно люблю! Никогда не болейте! Много и вкусно кушайте! Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok